Прием в связи со сложившейся ситуацией в стране имеет свои особенности. Он будет осуществляться в дистанционном формате. У абитуриентов есть три способа подачи документы. Это через почтовых операторов Почты России. Также можно выслать на электронную почту нашей образовательной организации. Либо в личном кабинете абитуриента на сайте нашей организации. Также в течение всего приема работает горячая линия по телефону и также будет работать вебинарная комната, посредством которой абитуриент сможет получить всю необходимую консультацию по приему. Ему ответят на все вопросы. Приемная комиссия начинает работать с 20 июня. И еще одна особенность этого года приема, то что прием продлен до 25 августа для поступающих на очную форму обучения. У нас есть специальность творческой направленности. Это конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, которые требуют вступительных испытаний, они также пройдут в дистанционной форме. Через нашу веб-площадку, через ту же вебинарную комнату, им выдается задание. Они с помощью камеры снимают, как они выполняют это задание, и готовое задание прикрепляют файлом и направляют нам. Поступление осуществляется на базе аттестатов. У нас в этом году сравнительно много бюджетных мест, 80 бюджетных мест на 4 специальности из 6 реализуемых. И вот как раз-таки для зачисления на бюджетное место будет роль играть средний балл аттестата по всем оценкам в аттестате. В нашем фериале также реализуется специальность, которая входит в топ-50 наиболее востребованных специальностей на рынке труда Российской Федерации. Это техническое обслуживание и ремонт двигателей системы агрегатов автомобилей. Всего 6 специальностей. Поскольку документы в этом году подаются в дистанционном формате, в электронном виде, оригиналы всех документов, абитуриент должен будет предоставить в течение первого года обучения. В связи с тем, что у нас есть студенты не местные, скажем так, из других областей, мы предоставляем им общежитие. Каждый абитуриент имеет право подать документы сразу на несколько специальностей либо в несколько учебных заведений. Чтобы потом не было путаницы, куда же его зачислять, он обязан будет подать заявление о намерении обучаться именно в данной образовательной организации, именно по данному направлению специальности. Продолжение следует...